Этому общежитию, в котором расположились больше тысячи студентов медицинского университета столицы, полвека. В самом учебном заведении признают картинка, что снаружи, что внутри далека от идеала. Но в целом жить можно. Стоимость места 17 тысяч тенге в месяц. Сами жильцы скромных студенческих апартаментов при виде камер жаловаться на условия не стали. А вот депутаты Мажелиса, что пришли в общежитие только за этот учебный год уже в четвертый раз, заявляют. Жалобы были и есть. В прошлом году, в конце сентября, ко мне пришло письмо с подписями более 120 студентов. Тогда мы приехали сюда в первый раз. Состояние, мягко говоря, было неудовлетворительным. Тараканы, санузлы без ремонта. Если честно, здесь даже тревожной кнопки не было. Нам пообещали, что все отремонтируют и ремонт завершат в марте. Студенты снова к нам обратились с жалобой, что изменений нет. Мы не успокоимся, пока нам не объяснят, где обещанный ремонт. А еще, по словам и железменов, за четыре так называемых экскурсии по общежитию в разное время года они так и не познакомились с ректором высшего медицинского учебного заведения. Их встретил проректор. От Министерства здравоохранения ждали вице-министра. Но приехал сотрудник рангом пониже, приступивший к своей должности только в этом месяце. Средства выделяются университету в рамках грантового финансирования. Дальше университет сам направляет средства на определенные свои нужды. Поэтому здесь, конечно, необходимо анализировать. В другом вопрос, что, возможно, ремонт необходимо делать, когда закончится учебный год. Об этом и проблемы ответили в университете. Пытались уложиться в срок до марта, но когда начали делать первые шаги, начались трудности. Была двухъярусная кровать. Когда мы элементарно начали менять старые кровати на новые двухъярусные, начался хаос. Студенты начали жаловаться. Общежитие словно превратилось в стройобъект. И это мешало учебному процессу. Поэтому было принято решение, чтобы мы немножко отодвинули сроки начала ремонта. От ремонта никто не отказывается. То есть мы начинаем конец мая, начало июня. Обстановка была накаленной. После жарких споров на улице у входа в здании представители университета показали гостям отремонтированный читальный зал и даже шоу-рум. Одну обновленную комнату в общежитии – образец того, как будут выглядеть все студенческие номера после долгожданного ремонта. Кстати, в нее уже заселили студентов. Двухъярусные кровати, о которых мы говорили, прикроватные тумбы, шкафы тоже будут. А вот как комнаты выглядят сейчас. Без комментариев. Только картинка. После депутаты попросили показать съемочной группе то, что скрыто от глаз студентов, но является важной частью их временного жилья – подвал. Правда, почему-то он был забит стройматериалами, что демонстрирует несоблюдение норм пожарной безопасности. Проректор университета Диаса Идангадзин ответил, что в подвале были остатки старых кроватей, которые заменили новыми, теми самыми двухъярусными. Сделать это одномоментно не получилось, поэтому некоторые доски и другие материалы все еще не успели вывести. Вы же понимаете, что даже если оно полежало всего день или месяц, неделю, то это все равно нарушение? Конечно, будем разбираться, почему такая ситуация у нас случилась. Но за это ответственна управляющая компания, правильно? Да, действительно, да. А вы не задумывались о ее смене? Не задумывались. Может быть, теперь задумаетесь? Рассмотрим. Все нарушения, которые мы сегодня выявили, мы обязательно сообщим во все уполномочные органы. Это департамент по очередной ситуациям, это пожарная инспекция. Также мы хотим проверить, если имеется ли договор на строительство, на ремонт данного здания, когда начнется данные работы, определенный план работ, какая смета, и вообще, как определен подрядчик. Нас все это интересует. Более пристально мы окажем внимание, и при необходимости привлечем еще другие уполномочные органы, как генеральная прокуратура и антикоррупционные службы. В медицинском университете столицы обучаются 11 тысяч студентов, 60% из них на гранте, а значит, за их обучение платит государство, в данном случае Министерство здравоохранения. Но, как правило, меньше, чем оплачивает за год обучение платник. На содержание здания и общежития средство выделяет само высшее учебное заведение. Если в прошлом году 80 миллионов тенге здесь направили на покупку новых кроватей, подушек, одеял и других мелких, но нужных предметов, то в этом году на капремонт медуниверситетам заложено сразу 552 миллиона тенге. Проблема заверяют только во времени. К концу августа сумму освоят, а значит, через 4 месяца это общежитие должно стать причиной новых писем к депутатам. И лучше бы, если бы они были с благодарностью за реакцию и содействие.